В конце недели в Вашингтоне прошел экономический саммит Большой Двадцатки. Мировые лидеры согласились, что сейчас со стороны правительства необходимы планы поддержки экономического роста, реформы структуры финансового рынка и расширения прав развивающихся стран. Разногласия проявились в вопросе регулирования финансовых институтов, включая страховые фонды. Мы согласились в главном – о необходимости реформы международной финансовой системы, в необходимости иметь веру в то, что мы ее очистим, опираясь на принципы прозрачности и ответственности, единства и международного сотрудничества. Исторически крупные достижения саммита – это единое мнение в том, что развивающиеся страны-участники рынка также должны иметь голос в управлении мировой экономикой. Участники саммита намереваются изучить, как можно предоставить им больше прав в Международном валютном фонде. Японский премьер-министр был оптимистичен. Мы были в состоянии осуществить краткосрочные и среднесрочные меры, чтобы достойно встретить международный кризис. Мы привнесли в совместный документ конкретность и действия. Лидеры «Большой двадцатки» обязались предпринимать дальнейшие действия для стабилизации финансовой системы. На саммите также присутствовал лидер Компартии Китая Ху Цзинтао. Это повлекло за собой протесты со стороны последователей медитативной практики Фулунгум. Они использовали эту возможность, чтобы призвать прекратить преследование их практики в Китае. Эти люди надеются, что Ху заметит их обращение.